Приветствую вас! В первую очередь хочется сказать, что вы пишете, да, о консультации, то есть, что хотели бы получить консультацию, но консультацию вы не получите, потому что то, что происходит здесь, то, что происходит в публичном разделе сайта, консультации нельзя назвать в принципе, ну, просто потому что это такой, односторонний диалог, односторонний монолог, то есть, это монолог ваш, что вы написали свой вопрос, это монолог наш, что мы пишем свой ответ, вот, а консультация это все-таки диалог, в котором происходит именно взаимодействие двух и более людей в реальном времени, которые, соответственно, через это взаимодействие приобретают что-то для себя. Так что, консультацию, консультацию вы не получите, по этой причине, что вы выбрали именно публичный вопрос, именно множество ответов на свой вопрос, ну, множество, я говорю, имеется в виду не один, да, ни одного психолога какого-то вы выбрали, вот, и, соответственно, консультации именно не получится. Вот, к моему большому, к моему большому сожалению. Дальше. Так, значит, далее. Вы пишите, что мне 28 лет, скоро 29, замужем полгода, с мужем вместе, полтора года. Вопрос к вам, пожалуй, будет такой, как вы познакомились, что вас, собственно говоря, с мужем связывает, вот, что вас связывает, значит, что вас именно, вот, соединяет, да? Что у вас общего, так сказать, как вы познакомились и как, собственно говоря, получилось так, что мы из состоятельной семьи выбрали этого мужчину, который из менее состоятельной семьи, да? Вот, и как так вышло, что вроде бы в начале вы его, как я понял, принимали таким, какой он есть, да, мужем своего, а сейчас получается, что нет. Потому что вы ссоритесь со своим мужем именно по той простой причине, что проектируете на него свое неприятие в себя. Ну, и очевидно, что ваше отношение к нему тоже поменялось. Дальше. Проблема вы пишете в моей зависти и неудовлетворенности. Дальше. Дело в том, дело в том, что зависть это сравнение себя с другими, то бишь непринятие себя, как сказал мой коллега. Но зависть означает не только то, что вы себя не принимаете. Это означает еще и то, что вы ориентируетесь слишком много на других людей, а не на себя. А это значит, что у вас неверное представление об окружающем мире и о том, что происходит между людьми, как выстраиваются отношения между людьми и так далее. Я вам даже больше скажу, что с вашей проблемой вам нельзя работать психологом. Я не знаю, зачем вы учитесь на психолога, да, и тем более читаете литературу, но вам категорически с вашей проблемой сейчас этого делать нельзя. Потому что литература психологическая, поверьте, будет усугублять только ваше состояние. То есть это вообще конфликт конфликтов, что вы учитесь на психолога имеют такие проблемы большие. Ну не большие, а значимые проблемы, скажем так. То есть понятно, что зависть это а, с одной стороны, непринятие себя, б, это ориентация на других людей, а не на себя. И, соответственно, непонимание того, как и что происходит в этом мире. Как правило, связано это с тем, что на ваши вопросы в детстве родители вам не отвечали должным образом. То есть вам надо вот этого дорасти, вы недостаточно зрелы в этом смысле. Дальше. У мужа есть лучший друг, знакомый они с детства. У друга очень все удачно по жизни, хорошая работа, большая зарплата, красивый дом. То есть это оценка идет. Хорошая работа, это оценка. Хорошая, что она хорошая. Большая зарплата, это тоже оценка, потому что, как бы, размер зарплаты, это не цифры. Красивый дом, это опять же оценка, оценка. Да, то есть то, что для одного красиво, для другого нет. То есть, да, вот вы оценки оценочные очень судите. Как будто вы говорите, что очень все удачно по жизни. Нет, неудачно. Вы сами пишите чуть ниже, что человек из кожи лез вон, чтобы с этого добиться. Какая же удача? Удачная удача. И когда вы говорите про удачу, вы говорите про свою бессознательность, про неосознанность. То есть, вы верите в удачу, вы верите в то, что у кого-то может быть удачнее, у кого-то нет. Но получается, что вы слабо верите в то, что все зависит от действия человека. Но при этом у каждого есть свои способности. И если человек вкладывает все свои силы, все свои способности, что-то надо взять, но что-то получит. С размером к тому, какие у него есть способности. У всех они разные. И именно это игнорирует зависть. Зависть игнорирует разнообразие людей. Разнообразие человеческих способностей. Разнообразие вообще индивидуальности. Дальше. Он недавно женился чуть позже, чем мы. А это вы к чему. Друг очень застыклен на деньгах, лез из кожи вон, чтобы свадьба была лучше, чем наша. Слушайте, а что на это вообще указывает? Что он из кожи лез вон, чтобы свадьба была лучше, чем ваш. Что на это указывает? Почему вы так решили? Вот. Меня это очень разозлило. Я не люблю, когда люди соревнуются, тем более, с своими друзьями. Так а вы тут здесь при чем? Это как бы не мой друг. Причем здесь вы? Изначально мое отношение к другу было очень хорошее. Мне понравилось и думало будем дружить с теми. То есть у вас были какие-то ожидания. У вас были какие-то ожидания, которые не обрадались. Но это ваши ожидания, опять же. Но которые вы не хотели брать ответственность. Собственно, благодаря чему и наступило разочарование. Дальше. Эта ситуация со свадьбой меня отвратила. А что именно? Что именно отвратилось? Что произошло? Может быть там и нет ничего? Может быть это все ваши выдумки и иллюзии? Ого. Просто человек не поступил так, как вы хотели. Не так, как вы ждали. Не так, как вы ожидали. Но даже если он поступил и так. Стоп. Почему плохой? По какой причине вы не любите, когда люди соревнуются? Может быть боитесь проиграть? Может быть не уверены в себя? Дальше больше. Мы с этим другом, вот этим другом. Да, это родительские бомбиты. Этот. Этот родительский бомбит. Вы как бы ставите себя выше друга. И позволяет себе его судить. Значит так. Три раза в неделю ходят в тренажерный зал. То есть очень часто общаются. На самом деле тренажерный зал не так часто. Тот бесконечно рассказывает про своих успешных друзей. И про себя. Такой человек. Опять же, если они знакомы с детства. Муж это знает. Он знает, что его друг вот такой человек. Это нормально. Мой муж зарабатывает немного. Очень переживает по этому поводу. Опять же. Ваш муж себя не принимает. Либо он полностью не выкладывается. Либо он полностью не принимает себя. То есть можно зарабатывать немного. Но если ты вкладываешь все свои силы. То это значит, что это твой уровень. И все в порядке. И спокойно. Если муж переживает, значит либо он, как я уже сказал, не выкладывается полностью. То есть полностью не раскрывает свой потенциал. Либо он не принимает себя. И ему нужно работать над собой с психологом, чтобы он не переживал. Дальше. Так как я изначально из состоятельной семьи. Мы живем в моей квартире. Муж пользуется моей машиной. Так что его старенькое ломается. А при чем здесь это? Если вы начали встречаться, то, как сказать. Если вы начали встречаться, то вы принимаете безусловно друг друга. В смысле, что он переживает из-за того, что вы из состоятельной семьи. Так а раньше надо было думать, как бы, что вы из состоятельной семьи. И просто с вами в отношения не вступать. Что-то странно как-то. А тут это хвастовство. Да при чем здесь хвастовство? Муж не принимает себя полностью. Целиком. Вас, возможно, муж не принимает полностью. Вы себя не принимаете полностью. У вас в браке проблема. У каждого из вас проблема. А не в хвастовстве. Дальше. Ладно бы этим все ограничилось. Я решил не поддерживать его другом контактов. Это все-таки друг мужа не мой. Дело его это, если ему нравится такой человек. Но у вас здесь есть негативное отношение к другу, опять же. То есть у вас не получается нейтрально относиться к другу. Он вас все равно задевает. То есть вы здесь, по сути, лицемерите. Вы здесь, по сути, как бы обманываете себя. То есть нужно посмотреть на то, чем он вас задевает. Почему вы злитесь. Почему вы не любите конкуренции. И для себя это противоречие разрешить. Конкуренция это нормально. Конкуренция это здорово. Конкуренция это то, что двигает как бы прогресс. Другое дело, насколько человек сам полностью раскрывает. Вот если я полностью раскрылся. И полностью вкладываюсь во что-то. То это уже не конкуренция. Это уже презентация. К примеру. К примеру. Вот. Вам ответил мой коллега Борис Никифоров. Тоже ответил через аудио и видео только. Ответ. И понимаете какая штука. Если он в своем ответе вам раскрылся по максимуму. Да. То он ни с кем больше не конкурирует. Он предоставляет вам то, что у него есть. И вам либо нравится то, что у него есть, либо нет. И если я точно так же раскрываю полностью в своем ответе, что я не конкурирую с ним и с другими людьми. Я опять же предоставляю вам то, что у меня есть. То есть свой профессиональный опыт, свой взгляд и так далее. Свой подход. И вы выбираете, какой вам больше подошел. Но это не конкуренция. Это презентация. Это выбор. А вы, говоря о своей нелюбви к конкуренции, ну по сути запрещаете людям во-первых выбирать, во-вторых, как бы говорите, что нет. Никто не может выкладываться там на полную, потому что, ну потому что борьба как бы происходит. Понимаете? Дальше. Значит. Мне также не нравится его жена. А поверхностная глупая девочка, зацикленная на спортзале и в конкурсах фитнес-пикини, коих часто выбирают успешные мужчины. Слушайте, ну опять же, даже если это так, то кто вы такая, что вы как бы судьи, да, то здесь у вас опять же идет объяснение. То есть такое впечатление, да, что вы вот просто как бы ну сравниваете себя, вот сравниваете себя с ней, да, и как бы пытаетесь объяснить. То есть, если, если я себя не сравниваю, то мне все равно, ну вот есть такая девочка, есть такая девочка, есть такая девочка, у нее есть какие-то плюсы. Почему вы эти плюсы как бы игнорируете, ну не очень понятно. Ну вот, если таких выбирают успешные мужчины, ну значит, ну вот, имеют право на жизнь, как вы считаете. Опять же, не мое дело, не нравится, и ладно, нет. Вы здесь, здесь, вы опять забиваете на свои чувства снова, но... Понимаете, если не нравится, то почему это не нравится? Вы как человек, который, ну знаком с психологией, да, я думаю, это понимаете. То нельзя просто взять и забить на свое чувство, на свои чувства, нельзя. Если вам не нравится, значит, у этого есть какие-то причины. И на эти причины вам нужно обратить внимание. А так получается, что вы лицемерите, ну продолжаете лицемерить тот житель, что вам не нравится, а вы такая... А вы как бы... Ага... Ну, делайте вид, что... Это не так. Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше... Идем... Так... Друг все время рассказывает мужу, какая у него жена замечательная, и спортсменка, и мозг ему не выносит нежно, они совсем не ругаются, просто идеальная семья и деньгами, и взаимопониманием. Ну и что? И что дальше? У нас хоть и хорошие отношения, но мы не спорим и обижаемся. Давайте смотреть, почему вы спорите и обижаете. Давайте будем гармонизировать ваши отношения, давайте будем работать с личной ответственностью, давайте будем обучаться бесконфликтному общению. Давайте, чтобы не спорить и не обижаться. Кстати, спор это нормально, а обиды нет. Спорить люди могут и должны. Обида это детское состояние с целью вызвать у другого вину. То есть и ваш муж, и вы хотите вызвать в партнере вину для того, чтобы тот сделал то, что вы хотите. То есть это перекладывание ответственности, что с одной стороны, с другой стороны обида это то же самое, что вот я говорил про то, что у вас отвратила, скажем так, свадьба друга. То есть у вас были какие-то ожидания, а ожидания меня прям дали все. Обида. Обида. Возвращение обида. То есть самое и здесь. У вас тоже какие-то ожидания. Возвращение обида из-за этого. Но это же детское, понимаете? Взрослый человек не все сам ответственно за себя и не обижается. Я человек нелегкий, а что это значит, что он старается работать над собой, над трудом. Как именно вы стараетесь над собой работать? То есть все. Ну, вы же понимаете, что нельзя над собой работать самостоятельно. Работать над собой, чтобы учить на психолога. Вот как у вас здесь противоречие? Вы учитесь на психолога, но человек вы нелегкий и стараетесь над собой работать. Вам сперва нужно свои проблемы разрешить, а потом на психологу учиться. Что же вы делаете? Вы же себе таким опытом вредите. Или вы учебу на психолога и чтение литературы психологически считаете работой над собой. Нет, это не так. Обузать себя пока не могу. Слушайте, Ксения, я вам так скажу. Я понимаю, что это из области, ну, такой, может быть, немножко будущего, но всё же. Ага, вы клиенту, своему, своим клиентам, если, ну, к вам, к вам клиент придёт, вы ему так же будете говорить, как бы, ну, что, ну, надо себя обузать или как? Вы отдаёте себя счёт в том, значит, что обузать себя, значит, подавить, зажать, зажать, заглушить, убежать, понимаете? То есть не надо себя обуздывать. Наоборот, чувства нужно свои раскрывать. Правильно, конструктивно их выражать, самостоятельно, то есть без перекладывания на другого личной ответственности их реализовывать. Вот это адекватно. Понимаете? Это адекватная позиция. А то, что вы говорите про обуздать, это, не знаю, опять же, родительская позиция уже внутри вас. И ни вам, ни вашему мужу, ни окружающим это на пользу не идёт никак. Абсолютно. Дальше. Конечно, в случае почти каждый день о том, как замечательно все у друга, как прекрасно с женой, боюсь, что будет нахер казаться, что она ошибся. Ну, понимаете, ксения, опять же, это ваш, ну, это ваш страх, что вы собственный. Понимаете? И если это ваш собственный страх, то вам за него же, значит, и нужно отвечать. Понимаете? Такая штука. Что-то вы боитесь. Вот. Это почти понятно. Значит, где-то, что, в чём-то вы видите опасность для себя. Вот. Вот с этим и нужно работать. А то, что вы делаете сейчас, это пытаетесь расконализировать свой страх. Вот. Понимаете? Какая штука. Так. Если постоянно капает на мозге о своей прекрасной жизни, рано или поздно человек начнёт задумываться, почему у него не так, начнёт каплиться на другую сторону. Нет. Вы следите по себе, потому что вы себя не понимаете, и вы сравниваете себя с другими людьми. Но чего вы решили всё так у всех, в том числе у вашего мужа? Я уже заметил, что мы часто ссоримся после его похода в зал с другом. Так, минуточку. Вы ссоритесь оба. И если бы не вы, то ссоры бы не было. Так возьмите для начала на себя ответственность за то, что вы, собственно говоря, ссоритесь. На себя ответственность за ссоры возьмите. Свою ответственность за ссоры выделите. Вот. И тогда, возможно, этих ссор не будет. А то получается, что вы боитесь, и вы притворяете в жизнь то, чего вы боитесь, то и ссоритесь и отдаляете друг от друга. Окончательно меня добила дочь, но вчера он сообщил, что его жена беременна. Через два месяца после свадьбы, после всех её издевательств над собой в спорте. Почему вы считаете, что это издевательство над собой? Извините, вот почему вы считаете, что это издевательство? Если делать всё правильно в соответствии с техникой, то почему вы считаете, что это издевательство? Вот как бы доказательство от того, что это не издевательство. Так, а у меня большие проблемы по-женски, за беременность я уже полгода не могу, нужно делать операцию, после которой врачи не гарантируют наступление беременности. И что? И что? Ну вот и что? Вы ребенка родите? Это есть куча способов стать родителем. Вам нужен именно свой ребенок? Извините, это уже амбиция. То есть, это уже ставит вопрос, а ребенок ли вам нужен, или вы так хотите почувствовать себя полноценным? Не почувствуете, уже не почувствуете. Потому что вы себя полноценно не ощущаете, возможно, не ощущаете никогда, а не смотря на то, что вы из состоятельной семьи. Понимаете? Ощущение полноценности и неполноценности не зависит от того, что вокруг вас, что вы можете или не можете. Почему? Я об этом уже говорил. Потому что существует разница, бесконечная разница индивидуальности, бесконечное многообразие людей, бесконечное многообразие способностей, возможностей людей. Если вы, например, не можете забеременеть, если у вас проблемы по-женски, то, значит, где-то в чем-то другом вы выигрываете. Нужно только это найти, отыскать и использовать. Когда муж сообщил об этом, я видел, что хоть он старался не подать виду, он задет и расстроен. Я говорю, у мужа тоже проблема. У мужа тоже такие же проблемы. Как бы... Ребенок как самоцель. В данном случае. Ну, серьезно? Ребенок как самоцель, и что это за ребенок будет, цель которого, которая является целью для родителей, которые на него возлагают ожидания. Столько мне ласков, видимо, чувствует вину, что сам не рад такой новости, и хочет говорить, что мы все переживем, будем пытаться, но он не переживает пока вообще. Ну, я говорю, у вашего мужа есть тоже трудность. Тут меня заинтересовал момент, ага, что он ласково обычно не бывает, что вы пишете, за то, что он стал ласковым. К вам. Дальше. Я стал ненавидеть и друга, и его жену. Ну, то есть, перекладывать ответственность на них за то, что не комфортно вам. Знаю, что делаю только хуже, только себе, но я очень боюсь, что мужа эта ситуация расстроила, и что дальше, если я буду мучиться с этими проблемами здоровья, он продолжит услышать этого друга, который испыкнулся на ранее отношения наших спортов. Вы боитесь остаться одна, по сути. Вы боитесь, по сути, остаться одна, вы не уверены в себе, и перекладываетесь за это ответственность на своего мужа. Почему вы знаете остаться одна? Это страх одиночества. Страх одиночества из детства. Ну, и, собственно, он тоже, как бы обусловлен тем, что вы себя не принимаете. Вы не принимаете себя такой, какая есть. Вам с собой не комфортно? Вот. Конечно, я не могу запрестить этим общаться, это все верно. Конечно, я могу ломать себя через колено или на смысл, но это очень тяжело. Не надо гнать мысли, наоборот, нужно раскрывать, можно смириться, кто-то успешный от тебя, не всем быть богатым, но эту беременную жену и другу я пережить спокойно не могу. Ну, так давайте с этим работать, как это и почему вас заделать. Скорее всего, речь идет именно о полнооценочке. То есть, вам не додали родители безусловной любви. А вот вы в этом отчаянно нуждаетесь. Поэтому вы и конкуренции не любите. Потому что люди, которые себя принимают безусловно, они к конкуренции относятся спокойно абсолютно. Они относятся к этому, как к интересному событию, к чему-то драйвовому, к чему-то интересному, к чему-то азартному. А у вас этого нет. Вы боитесь. Потому что для вас конкуренция это сравнивание себя с другими. А для людей, которые принимают себя конкуренция, это азарт, это игра. Это игра. И не более того. И это повод стать лучше. Это повод развиться. Это повод что-то для себя узнать новое и, собственно, ну, перейти на ступень выше. А какая цель у вас? Какие у вас единственные цели вообще, кроме ребенка? Так, значит, это не то, где можно смириться. Это утверждение? Это не то, где можно смириться. Или как? Это то, где можно смириться. А вот только в том, что вы вкладываете в смирение. Если просто подавить, это не то. Но это касается всего, как я уже говорил. А если раскрыть свой конфликт внутренний и увидеть, что к ребенку он вообще никакого отношения не имеет, как и к вашему женскому здоровью, то это можно пережить, измириться. Так, по крайней мере, не сейчас. Мою злость от этого видит муть, это больше наши отношения. Но опять же, да, опять же, принес ответственность. Как себя перенастроить, я не знаю. Да никак вам нужно с собой работать над своими чувствами и внутренние претворительные конфликты решать, а также со страхами работать надо. Отвлекаться мне уже не наше, что я и так много работаю, занимаюсь верховой язвы, учился. Не сижу дома и себя жалею, но внутри все копится и очень мешает жить. Ну, и шестерно работать нужно. Я уже сказал. Опять же, несколько странно, что вы, будучи психологом, да, по сути, один единственный вариант, вы видите, в отвлечься. Странно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду раз помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.